Два дня без тепла. Сколько домов в барнаульском поселке ВРЗ, по данным на утро сегодняшнего дня, оставались без отопления. Субботу провели с огоньком. 10 тысяч барнаульцев поддержали участников эстафеты огня. И снова в центре внимания елочка. В барнаульском поселке Южный она рухнула почти сразу после установки. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Почти двое суток жители барнаульского микрорайона ВРЗ оставались без тепла. Крупная коммунальная авария затронула 55 многоквартирных домов и больше 200 частных. Центральное удалить отопление, а дома-то, которые перемерзло, все перемерзло. Сейчас будем отогревать, не знаю как. Воздушка вот идет, вот дома, все перемерзло, если они воду не сливали. Ну сейчас вот центральную пустили, здесь тепло, а в дома-то не идет тепло. Основные работы на данный момент – размораживание трубопроводов, ведущих к частному сектору. А все выходные коммунальщики ликвидировали повреждения участка тепловой сети. Напомним, батареи в квартирах жителей остыли рано утром в субботу. В тот момент температура за окнами была ниже 20 мороза. Все это время люди не выключали обогреватели, а в ремонтных работах было задействовано 30 человек. На территории района находились пункты временного размещения, а социальные учреждения не работали. По последней информации мэрии, не подключены к отоплению 4 частных дома, ведутся сварочные работы и ремонт теплотрассы протяженностью около 100 метров. Подробнее смотрите в нашем вечернем выпуске. Неспокойно прошли эти выходные. Не только в Барнауле сразу три коммунальные аварии случились в Камне-Наби. Как сообщают Каменские известия, 8 декабря из-за сильных морозов и подвежек грунта лопнула труба на улице Карла Маркса. Дорогу и придомовые территории залил водой. Часть домов пришлось отключить от водоснабжения, а был организован подвоз воды. 9 декабря аналогичные аварии произошли сразу на двух улицах Дзержинского и Ленинградской. В настоящее время, как нам пояснили в администрации Каменского района, ремонт продолжается. По-прежнему отключено от водоснабжения около 50 домов частного сектора на Карла Маркса и Дзержинского. Ремонт планируют завершить сегодня, а на Ленинградской вода должна вернуться в дома горожан в течение завтрашнего дня. А вот жители Новоалтайского микрорайона Вележановка спустя три года наконец-то дождались природного газа. Сельчане радуются и до сих пор не могут поверить, что голубая мечта осуществилась. О проблемах с газификацией Вележановки наша телекомпания сообщала не раз. Напомним, газопровод в микрорайоне Новоалтайска построили три года назад по краевой программе. Люди сразу же закупили необходимое оборудование, котлы, счетчики и трубы. Некоторые даже залезли в кредиты, но, как выяснилось, зря. Газ в эксплуатацию не ввели. Газопровод не принял Ростехнадзор. Он был построен с массой нарушений. Неполадки устраняли не один год. В результате газ запустили лишь на этой неделе, спустя три года. Газом пользуемся все. Первый день даже сразу котлеты жарили, кашу. Конечно, рады. И вам весь поселок, которые люди были на репортаже, их подключили, они прям с поклоном. Вам вот спасибо, вам огромное. Если бы не вы, мы бы не знаем, когда нас подключили. Жители также отметили, что газ появился не у всего микрорайона, а к нему подключено около ста домов. В ожидании подключения еще столько же. Мы следим за развитием ситуации. Барнаул прожил выходные с огоньком. По столице края пронесли огонь зимней универсиады, который пройдет в марте в Красноярске. По подсчетам правоохранителей, около 10 тысяч бурнаульцев вышли на улицы, чтобы поддержать наших земляков, участников эстафеты. Огонь 29-й! Всеверно-симний универсиады в городе Барнауле! Сашон! Это финальная точка забега. Чашу огня зажигает олимпийский чемпион в биатлоне Сергей Тарасов. После на площади Сахарова продолжились торжественные речи и праздничный концерт. Всего же огонь по Барнаулу несли 25 человек. Вот так это было на старте в специальной колбе. Символ универсиады путешествует по миру. К нам его привезли из Иркутска. Дальше его встречает Новосибирск. Пожалуй, один из самых красивых моментов эстафеты – так называемый поцелуй факелов. Мне очень приятно. Это огромная честь для меня пробежать, поучаствовать в эстафете огня. Это очень круто. Я рада, правда. Несмотря на такой холод, несмотря на то, что я, правда, уже подмерзла, это правда здорово. Сейчас мне вообще не холодно. Недолго простояла, сокрушается житель Барнаульского поселка Южный. В соцсетях появились фотографии упавшей новогодней елки. Ее начали устанавливать на главной площади поселка в субботу, а в воскресенье она уже лежала на снегу. Очевидцы отмечают, что, к счастью, обошлось без пострадавших. О причинах падения конструкции пока неизвестно, но ожидается, что ее вернут на место в ближайшее время. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Не высыпаетесь? Формула сна, усиленная фитомелатонином, для быстрого засыпания. Формула сна усиленная, помогает выспаться за короткое время. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае потеплело. Минус 16 градусов Заринский и Камни наобе. 15 морозов Бийский и Олейский. 11-13 ниже нуля в Заминогорске, Славгороде и Рубцовске. В Барнауле без осадков, ветер умеренный и около 15 мороза. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова